Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Барселону. Сегодня у нас будут интересные матчи. Во-первых, сегодня у нас стартует наш выпуск с матча против Испаньола, это Дерби Барселоны. Все такое. Дальше у нас идет матч в Суперкубке Испании против Мадридского Реала, это полуфинал. И если мы обыграем Мадридский Реал снова, то вот в этих числах с 10 по 17 будет добавлен еще один матч, и это уже будет финальный. А если нет, то мы добавим матч с Гранадой. Тогда вот так. Мы начинаем сегодня с Испаньола, выйдем вторым составом, надеюсь, да, он у меня готов. Надеюсь, мы все-таки сможем в Дерби победить. Быстренько поотвечаем на вопросы, да, у нас теперь Канте, на климатизацию, скажем, нужно время. И вот так поотвечаем. Ну и это шанс Жезу стать легендой. Все, на все вопросы мы ответили. У нас теперь все абсолютно игроки задействованы в полузащите. Ушел у нас Видаль Бускец, мы купили одного Канте. Теперь у нас как раз никто и на банке не будет. Все будут получать практику. У Канте сейчас самая дорогая сделка, 115 миллионов. И также есть еще и Родригес, который пришел из Милана в Сиди за 17,7 миллиона. Итак, мы на выезде. Мы играем вторым составом. Вот оно на ваших экранах. Дождь на стадионе. Поехали. Итак, готовы наши игроки. И сегодня у нас очень тяжелый выезд. Это Дерби против Эспандиола. Сегодня будет интересная у нас игра. Мы еще и вторым составом, потому что через пару дней у нас Эль Классико. Тоже не менее важный матч. Тем более, это еще и полфинал Суперкубка Испании. Два всего лишь матча нам надо отыграть в этом турнире. Выиграть их оба. И тогда мы сможем поднять первый наш трофей за Барселону. И вообще первый наш испанский трофей за всю карьеру. И опасность сейчас Ленгле подачи идет. И забивает все-таки Эспаньол. Серджер Дардер. Забивает. Это очень опасно. Мы теперь проигрываем. Надо нам отыгрываться, естественно. Нельзя нам терять сейчас очки ни в коем случае. Ну и вот такой вот неудачный вынос. Сейчас пошел первый гол его в этом сезоне. И Каутиньо со второй попытки все-таки забивает. Перед самым перерывом сравниваем мы. Очень хорошо сейчас получилось сыграть на Каутиньо. И все. Счет 1-1. У нас еще есть целый тайм для того, чтобы выйти вперед. Вот здесь вот Чалов очень хорошо дал передачу. Но со второй попытки Каутиньо левой ногой просто вколачивает мяч уже в сетку. Ну и здесь уже Диего Лопес потащить не смог. Это второй гол Филипп Каутиньо в чемпионате. Дембеле все-таки отдает уже под прессингом пас на Чалова. Чалов и на Миранчука. Отлично сейчас был подача. Отлично сейчас была от Федора Чалова. Алексей Миранчук забивает. Снова замечательный такой удар. Ну это всегда красивые такие удары, слету. Если бы две ноги бы оторвал, было бы удар ножницами, либо через себя. Ну тоже замечательно. Но одна нога все-таки была у Миранчука на земле. Поэтому это просто удар с лета. Ну и все. 2-1. Мы сразу же практически выходим вперед. На 49-й минуте четвертый гол Миранчука в чемпионате. Вот про Нголу Канте идут сейчас все разговоры. Его, естественно, сегодня не будет на матче, так как он будет готовиться к игре против Реала. Мы пропускаем очередной мяч. 2-2 счет. Просто сейчас раскатали. Защиты абсолютно не было сейчас на своих позициях. Вулей забивает четвертый мяч. Ничельный результат в матче против Эспаньола. 2-2. Давно мы не теряли очки. Обыграли мы и Реал, и Атлетика. Ну, против таких команд мы просто не можем никак сыграть по-другому. Это вот и обидно. Ну что же, отвечаем на вопросы. Когда Натани получил шанс, хорошего можно и подождать. Мы скажем, он в следующем матче будет дебютировать. Другие приоритеты мы скажем. И мы уже не проиграем 19 матчей в Ла Лиге. Итак, Дембеле говорит, мне нужно чаще играть. Твоя игра вдохновляет, скажем. И кто там? Бало Табло. Какой-то игрок. Бало Табло вернулся из аренды. Киеми тут. Чуми в аренде, Тадибо. В аренду тебе. Какой-то игрок вернулся сейчас. В списке аренды Аби. В списке аренды. Вот он. Бало Табло. Почему-то ничего с ним сделать нельзя. Сейчас это и странно. Ладно. Оставляем все как есть. Итак, проводим тренировку. Хорошо. Ну и что там по трансферам? Пока все так же. Канте и Родригес. Единственные пока что сделки. Здесь до Реала какие-нибудь. Вот Паркер какой-то. Здесь подороже. Ну. Кампана. Перешел из. Я так понимаю, это аргентинская какая-то лига. В Турцию перешел. Ну и у нас снова матч против Реала. Он покажет, что способен. Действительно, Канте сегодня сыграет в матче Лингле. Ротация важна, мы скажем. Мы готовы, скажем и все. Ну что же, первый состав у нас готов. И все. Вот он наш состав. Камп Ноу. Барселона Реал. Очень важный матч. Поехали. Итак, полуфинал. Суперкубка Испании. Барселона против Мадридского Реала. Сегодня также на голу Канте. Почему-то он очень высокий. Сейчас со спины нам его показали. Вот раздеваются игроки Реала. Это наш второй матч против уже. Мадридцев. Второй или классика. За сезон будет еще и третий. В чемпионате Испании. Но вот он наш стадион. Минимально мы обыграли в рамках чемпионата 1-0. А Реал. Но теперь у нас матч, в котором нельзя проиграть. Нас ждет финал. Нам надо лишь бы обыграть Мадридский Реал. Поехали. Бензима. Ох, как Канте. Вот для чего Канте и был куплен из Челси. Для вот таких вот замечательных перехватов. И Жезус забивает. А все это благодаря голу Канте. Который перехватил эту атаку. Мадридского Реала еще на их половине поля. И замечательно отдал пас на, я так понимаю, Жезуса. Жезус обратно отдал на Гризмана на фланг. Вот здесь и да. Замечательно. И Гризман вторым касанием навешивает на Жезуса. Против которого идет Рамос. Который вроде как там выше Габриэля. И все равно Жезус выигрывает. И забивает мощным ударом головой. Пробивает Тибо Куртуа. 1-0. Барселона снова ведет Вальклассико. Снова мы побеждаем Вальклассико. Минимально Барселона выиграет Реал 1-0. Благодаря голу Габриэля Жезуса в первом счетаме. На первых минутах. И все мы играем в финале. Сейчас в Суперкубке Испании мы узнаем против кого. И финал уже будет, так сказать, итоговой точкой сегодняшнего нашего выпуска. Это мы закончим на трех матчах. Против Испании Реала. И сейчас узнаем с кем финал. Контест здорово смотрелся. Он действительно замечательный. Так. Мы доминировали действительно. Почему Ленгле не вышел? Конкуренция это здорово. Мы скажем. Вопросы подошли к концу. Мы играем против Валенсии. Финал за Суперкубок Испании. Это неплохо. Это лучше, чем Атлетика. Что у нас там по трансферам? Карвахаль как раз отыграл матч против Барселоны. И ушел в Ювентус. Поздравляем его с этим переходом. Диас переходит в Ливерпуль. И пока что вот это все топ-3 сделки. Ну что там Валенсии с каким счетом Атлетика обыграли? Да, 2-1. Мы будем играть все равно первым составом. Потому что у нас там с кем играть дальше? С Гранадой, я так понял. Или это Асасуна? Гранада, все правильно. Будем против Гранады играть вторым составом. Против Валенсии сейчас играем первым. Тем же составом, который играл против Реала. Делаем все ради победы. Ротация важна, мы будем говорить. Победа есть победа. Все. Играем мы, я так понимаю, на нейтральном стадионе. Либо на Ванда Метрополитана, либо на Сантьяго Бернабео. Стадио Мистала. Это стадион Валенсии, что ли? Ну, ладно. Матч начинается. Поехали. Вот они наши игроки. Неймар, Сауль. Здесь Канте. Ну, Канте очень высокий. Почему-то прям наравне с Саулем, с Месси. Месси тоже, кстати. На вот таких именно показательных тренировках предматчевых. Они именно очень высокие, все одного роста практически. И это очень странно. И стадио Мистала, я так понимаю, да. На табло высвечиваются две эмблемы Валенсии. Так что мы играем, можно сказать, в гостях. Но по жеребевке звучит так, что мы играем как хозяйка поля. Начинаем. И Гризман отлично нашел эту лазейку для Жезуса. Забивает Габриэль. Суперклубки Испании у нас пока что забивает только Габриэль Жезуса. И заметьте, причем снова вот эта вот связка сработала не втроем. Канте отдает на Гризмана. Гризман снова отдает на Жезуса. Вот. Это просто отличная связка сейчас у нас получилась именно втроем. Связки всегда бывают между двумя игроками. А здесь именно вот эта троица очень хорошо работает. В прошлом матче Канте отобрал мяч, отдал на Жезуса. Жезус на Гризмана. И Гризман уже навешивал на Жезуса. Здесь уже все замечательно. Канте начал эту атаку. Но завершил ее Жезус с голевой от Гризмана. 1-0. Жезус забивает второй уже гол в суперклубке Испании. Ну и Ля Порте сбивает Гомеро. Сейчас красную может естественно получить. Очень опасно. И Ля Порте удаление. В первом тайме, в самом начале практически на 24-й минуте, Ля Порте там сбил Кевина Гомеро. И вот они. Если не ошибаюсь, Гомеро француз тоже. Или испанец. Вроде как француз, поэтому... Француз француз и сейчас... Подбил так. Если будут какие-то проблемы, я заменю какого-нибудь игрока из полузащиты. И забивает Жезус. Ходит с удалением Ля Порте, но забивает Габриэль Жезус. Три мяча Габриэля на счету в суперклубке. Дубль в сегодняшнем матче. Один мяч ему остался до хэт-трика. Валельщики Барселоны действительно очень рады, потому что 2-0 ведет Барселона. Причем в десятером. Время еще есть. Сколько там прошло? Три минуты после удаления прошло и сразу же Жезус забил. Нам это в плюс. Чем больше мы забьем сейчас, тем лучше. Барселона даже в десятером смогла обыграть Валенсию. 2-0. Дубль забил Габриэль Жезус. И тем самым Барса становится обладателем суперклубка Испании. И вот не мейся, а именно Пике, который отыграл большую часть матча. Один в центре обороны. Естественно, помогали ему Альба и Семеду на фланге. Но все-таки центр обороны именно был за ним. И отыграл еще и Насу Хеонан Ля Порте. Тоже празднует, хоть удаление я получил в этом матче. И тишина на трибуне. И всплеск эмоций. Наш первый трофей в Испании. Наш первый трофей за Барселону. И это отлично. Победа в суперклубке в середине сезона должна дать мотивацию для команды. Мы еще и отыграли два матча, причем подряд на сухо. Против Реала и против Валенсии. Это тоже знаменательное событие. Ну вот он, Голоконте. Очень хорошо отыграл эти два матча, дебютировав тем самым в этом турнире. Ну и все. Вот. Фотография эта. Барселона. Обладатель суперкубка Испании. Так. Уверенные действия. Это большой шаг для клуба. Мы это все, естественно, отвечаем. Да, Йонг так и не вышел. Конкуренция здорово, мы скажем. И Жезус стал героем, забив два мяча. Он станет лучшим, мне кажется, игроком сейчас турнира. Сейчас мы это посмотрим. Лучший игрок турнира. Жезус, естественно, чемпион суперкубка. И объявлен тренер года. Вы серьезно? Я стал тренером года. Вы прочитайте вот сейчас. Загрузится она. Это текст. Хори стал тренером года за впечатляющие выступления команды Барселона. Я тренер года, друзья. Мы подождем, когда сейчас еще будет известно. Артур. Отступные выплачены. Кто? Тренер года. Но это первый раз вроде за все время, когда я получаю такую премию. Я очень рад. Все-таки сезон, который я пропустил после Ювентуса, не стал, так сказать, Реал. Надо нам успеть провести переговоры с Артуром, чтобы Реал его не забрал за отступные. Но это впервые вообще. Вот именно такая вот карьера у нас в Краснодар. Ювентус, Барселона. Мне очень льстит это, что вот за три этих сезона, пять лет, хочет Артур. Пожалуйста, дай ему согласны. Без отступных. Нет, не будем. Потому что Реал вас заберет. Все. Ну и давайте по зарплатке мы пробежимся. Сколько вам надо? 150 вам пойдет. 155 хотят. Голы он не забьет столько. Поэтому 160 и миллион еще сверху. Все, мы согласны. Ну все. На этом наш выпуск подходит к концу. Мы сейчас узнаем, кто там становится игроком года у нас. Проведем тренировку. Должно вроде сейчас уже сказать. Хотя нет, сейчас же январь. То есть, да, мы не узнаем в декабре это было. Ну вот, тренера года мы получили. И это супер. Это уже главное. Кюндаган переходит в Баварию. Неплохо. То за Барусию выступал, то теперь вот за Баварию. Почитаем еще какие-нибудь новости. Может тоже что-нибудь еще напишут. Ну нет, все так же. Это главная новость, что я стал тренером года. Ну и там также Пике хотят купить в Атлетика Мадрид. Мы отклоняем. Покупайте вот этих вот игроков. Что-то неправда по арендам. Но забирайте их. Ну нет, все так же. Кюндаган занимает третью строчку. Ну и да. Ну что же, друзья, большое спасибо за просмотр. Мы сейчас узнаем, с кем мы играем в следующем выпуске. Мы играем. Ну да, давайте так и сыграем. Играем в следующем выпуске январь. Здесь у нас Граната. Здесь суперкубок против Рейсинга. А нет, это просто кубок Испании. Одна какая-то там. Сейчас узнаем. Шестнадцатая, да. И матч против Валенсии снова. Буквально две недели прошло. И мы снова играем против Валенсии в гостях. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. С вами был Андрей и канал Футбол. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok